Я представитель инициативной группы от лица пострадавших людей от действий Михака Сережевича Едигоряна, который работал под псевдонимом Мишани Кобзон. Этот человек занимался масштабной деятельностью. Он продавал билеты на концерты, на всякие мероприятия, продавал туры, путешествия. При этом он собирал деньги с людей и их не возвращал. Отменял туры, отменял концерты. Причем, как выяснили мы, концертов этих не было назначено, потому что звезды не в курсе были, что должны были выступать в Саратове. Также этот человек заключал договора на проведение корпоративов. Там очень внушительные суммы. Потом втирался к пенсионерам в доверие, просил их брать на себя кредиты. И также потом действовал по схеме. Он, допустим, человек вложил деньги в его корпоратив, этих корпоративов не было заведомо назначено. То есть звезды также не в курсе, что должны были приехать на этот корпоратив. То есть схема мошенническая такая, что он берет деньги, крупную сумму, вкладывает какую-то часть, допустим, ну, к примеру, там 500 тысяч взял, да, 10 тысяч отдал, и все, и он человека кидает. А по закону Российской Федерации это уже не является как мошенничество, потому что какую-то часть суммы он отдал. Он мне также предложил вложиться в его корпоратив с участием Татьяны Булановой, компании «Газпром». Вот, то есть я вложила сумму денег, и по факту получилось, что он потом сказал, что пандемия, что директор заболел «Газпрома». Вот, потом я начала узнавать, я связалась с концертным директором Булановой, и по факту, то есть они были не в курсе, они приехать не должны были, он мне сказал, что корпоратив должен был проходить в ассамблее. Я туда позвонила, также по факту никакого корпоратива назначено не было. Я, Красикова Александра Николаевна, перевела 70 тысяч на поездку детям. Михак Сергеевич Едигарян обещал нам предоставить эту услугу. Детей 28 человек. Мы перевели эту сумму, но он нам билеты не предоставил. Поездка – это полярный экспресс, то есть дети должны были поехать на поезде, их должны были там развлекать, но ничего не состоялось. Очень много мы писали ему, без конца у нас были с ним переписки, на что у него были отговорки, то у него сестра умерла, то у него племянник ослеп, очень много отговорок. Потом я ему тоже сколько раз звонила, когда он трубку не берет, иногда отвечает. Ну, в общем, кормил нас завтраками, но ничего не происходило. Мы связывались с представителями полярного экспресса, на что они мне сообщили, что это их агент, они с ним работают, созвонились с ним. Он сказал, что он меня знать не знает, но моя переписка, которую я предоставила в магический экспресс, она доказывает, что я действительно оплачивала ему билеты, которые он нам не собирался приобретать. И не приобрел. Мы написали заявление в УВД города Энгельса 9 декабря, но по сегодняшний день никаких действий не происходит. Я дал взаймы Гидигоряну Михаку Серожевичу. Займ он брал на корпоратив «Суперзвезды от Мишани». Ему не хватало 250 тысяч. Он мне их не вернул. Мне пришлось обратиться в суд. Суд я выиграл. Есть заочное решение со всеми процентами и со всеми вытекающими. То есть он выплачивать ничего не хочет, не собирается. Он даже обрадовался, что я подал в суд, сказал, что ты дурак. Тебе я вообще ничего платить не буду, потому что у меня ничего нет. Пенсионерка. Мне 61 год. Живу чисто на пенсию. 16500. С Михаилом, с Мишаней Кобзоном, познакомилась вот в поездках туристических. Тут должен был в октябре состояться концерт Брянцева. Он мне просто как бы подарил два билета на этот концерт. Я теперь понимаю, что он просто хотел меня заинтересовать этим. Потом за неделю до начала концерта он как бы начал плакаться, что его кинули на деньги организации, задерживают, а ему надо гостиницу, билеты проплатить этим Брянцеву, его группе, туда и обратно. Я говорю, сколько надо денег? Он говорит, 200 тысяч. Я говорю, у меня таких нет. И он тут, ну, он, короче, так мне заморочил голову, что он приехал ко мне домой, сам начал быстренько набирать эти на своем телефоне заявки якобы от меня в банке в определенные. Сказал, что я должна сказать, если мне будут звонить. У меня такое ощущение, что он, наверное, еще даром гипноза каким-то обладает. Потому что я еще и радовалась, что мне дали эти два кредита в один день по 300 тысяч. Я еще и радовалась этому. В результате концерт все-таки не состоялся, я осталась ни с чем. Первый месяц он мне проплатил, как бы дал денег на оплату этих кредитов. Все, по сегодняшний день никаких денег. Только одни обещания. Я плачу, ему говорю, у меня с банки начали названивать, мне что делать? Он мне одни отговорки. То у него курьер где-то там по аварию попал, то еще что-то, и все. Результат один и тот же остался. Я теперь выплачиваю эти кредиты сама и выставила квартиру на продажу. И более чем уверена, я знаю уже, что таких заявлений уже очень много. Более ста человек уже обратились с такими объявлениями, что Мишаня кинул народ. Это просто человек, который он, ну я вам даже не знаю, у него нет даже жалости никакой. Я одна из многих людей, кто приобрел у него билеты в цирк и в театр. Представление должно было состояться 6 января. Представление было, но мы на него не попали, так как не было билетов. То болели все, то курьер заболел, то еще какие-то там причины. В общем, концерт не состоялся для нас, спектакль. Денег мы не вернули, он нам ни билетов вообще никаких там. Заблокировал везде, во всех переписках. На звонки не отвечал. И людей запугивают после того, как вот обратились в полицию, написали заявление, в личные сообщения стали поступать сообщения с угрозами. И, наверное, поэтому люди боятся вот пойти написать заявление. Просто хотим обратиться к тем, кто пострадал от действия этого человека, что идите, пишите заявление, потому что таким образом мы не сдвинем это дело с мертвой точки. Я пенсионер. С этого года, 12 августа 2022 года, Едигорян организовал экскурсию в Шепсинь. Это Туапсинский район. Группа, которая отправилась на поезде вместо отдыха, это 58 человек. Здесь были пенсионеры, здесь были семьи с детьми. Мы дружно сели в поезд, все было хорошо, все было замечательно. До того момента, как мы не оказались у места отдыха. Когда мы прибыли в гостиничный комплекс, то нам было сказано, что не было никакой предоплаты, хотя он в СМС-ках писал, что переводите срочно деньги, ему нужно выполнить предоплату. Не было проплачено ни гостиница, ни питание. То есть, по сути дела, мы приобрели путевку в один конец. Каждый принимал сам решение остаться здесь и проплатить самостоятельно путевку или брать самостоятельно билеты назад до Саратова и уезжать своим ходом. Кто-то так и сделал, кто-то на какое-то время остался. Но самое главное, что отдых был испорчен. Родители не знали, как детям объяснить, почему они отправляются домой вместо на море. Пожилые люди глотали тоннами таблетки, потому что у кого гипертонический криз, у кого другие заболевания, потому что обострились другие заболевания, потому что это шоковое состояние. Но самое интересное, что вместо того, чтобы решать проблемы группы, оппозиционировал себя Михаак Серожевич, что он руководитель группы, вместо того, чтобы решать эти проблемы, он брал путевки, он отдыхал, он резвился, он снимал абсолютно посторонних людей и выкладывал, как все было замечательно, все было здорово, в своих группах, тем самым заинтересовывая других лиц. Но самое интересное, что мы в Шепсе вызвали полицию, были собраны документы, были опрошены пострадавшие. Все эти документы были отправлены сюда, в центральный УМВД города Саратова. Некоторым из-за пострадавших пришли отказные постановления. Интерес в том, что в этих постановлениях было написано, что Михаак Серожевич честно выполнил свои обязательства. Он организовал эту поездку, он привез людей, но оказалось, что свободных мест не было. Тогда задаем вопрос тем, кто вел это следствие, вел это расследование. Но когда каждый из нас проплатил уже вторично билеты, почему тогда места оказались? Почему тогда нас заселили в эти гостиничные номера? То есть нужно было, я думаю, более организованно, более честно провести расследование. А так получается, что верят Михаку Серожевичу, а не доверяют нам. Стыд и позор. Мы, инициативная группа людей, пострадавших от действий Михака Серожевича Едигоряна, обращаемся к генпрокурору России Игорю Краснову и к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, для того, чтобы это дело взяли под особый контроль. Потому что мы боимся, что на местном уровне это дело будет развалено. Продолжение следует...